Буферные пруды – это сооружение для отстаивания промышленных сточных вод. Именно там они очищаются от различных примесей и нефтепродуктов. На реке Тунгуча два таких пруда. Озеро искусственно созданное. Первый пруд запустили в работу в начале, где-то в 67-х годах. Сюда сбрасываются воды, условно чистые стоки, с предприятия АО «Нежнекамственная техника». Когда-то глубина прудов превышала 8 метров. Сегодня большую часть от всего объема занимает ИЛ. Поэтому необходима очистка. Процесс очень трудоемкий. Специально для этих целей была закуплена современная техника, аналогов которой в Татарстане еще не было. Называется это чудо-машина «Экскаватор-амфибия». Кабина этой машины не сильно отличается от кабины обычного «Экскаватора». Но в ходовой части есть значимые различия. Это два огромных понтона, которые дают возможность «Экскаватору-амфибии» держаться на плаву. Также на «Экскаваторе» установлен насос с производительностью до 600 кубов. Со дна он поднимает пульпу вместе с грязью и по пульпопроводам перекачивает в мешки. Потом мы сдаем пробу на анализ. При достижении допустимой влажности нам дают разрешение вывести их на специальные площадки, на шламонакопители. Дальше в огромных контейнерах из высокопрочного материала ИЛ остается сохнуть. Вода возвращается обратно в водоем. В это же время химический реагент «Флакулянт» разводят жидкостью, чтобы получить специальный раствор, который разбавляют ИЛ. Данное вещество способствует быстрому оседанию грязи и скорейшему очищению пруда. Как только мешки наполняются, их вывозят в специальные шламонакопители и утилизируют. Казалось бы, все просто, но не надо забывать, что ИЛу необходимо подсохнуть и полностью избавиться от влаги. В теплое время года процесс сушки длится 3-4 месяца. Пантоны должны на ИЛу хотя бы немножко упираться. Глубина должна не превышать 1,5-2 метра глубины дотины. Тогда можно работать. Сотрудники этого подразделения понимают, какая ответственность лежит на их плечах. Компания «Нижнекамптнефтехим» всегда прилагает максимальные усилия для того, чтобы промышленный гигант работал не только на пользу акционерного общества, но и окружающей среды. Рустам Калимуллин, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова